Беларусь делает ставку на устойчивое развитие. Правительство сегодня рассмотрел экономический прогноз и бюджет на следующий год с учетом всех внутренних и внешних факторов. Ожидается, что ВВП в 2025 прибавит более чем на 4%, а прирост инвестиций в основной капитал около 8%, экспорта плюс 5,5%. Рост реальных денежных доходов не менее 4%, при росте реальной зарплаты почти на 5%. Инфляцию планируется удержать в параметрах пятилетней программы в пределах 5%. Главную ставку делаем на производство, в частности, это промышленность. Рассчитываем на новые рынки для экспорта в своих товарах в странах дальней дуги, а также приток собственных ресурсов из капитала извне в современные производства. Светлана Лукьянюк расскажет о точных расчетах по всем отраслям, а также доходам и расходам республиканского бюджета. Прогноз на следующий год верстали с учетом всех факторов и внутренних, и внешних. Три недели назад документы уже рассматривались в стенах Совмина, тогда поручили доработать некоторые моменты. Но главная цифра осталась неизменной, где экономика должна прибавить за 4%. Премьер сразу скажет, темпы выше мировых, при этом цифры выверенные. Важно только, чтобы звенья одной большой цепи работали без сбоев. Это значит, нужный товар и производился, и продавался. Причем объемы продаж перекрывали закупку импорта. Это значит, сальдо положительное. Экспорт планируется увеличить на 5,4%. По расчетам Министерства экономики, прогнозы развития внешних рынков дают возможность нарастить валютную выручку на 2,8 млрд долларов США. Объемы экспорта должны достигнуть 52 млрд долларов. Это максимальное значение на горизонте исследований. При этом сальдо внешней торговли прогнозируется положительным на уровне 0,5% к ВВП. Деньги будут вкладывать в реальные проекты, которые после дадут нужные рынку товары. Спрос на белорусское есть и будет. Но географию продаж точно нужно делать шире. Тем более договоренности во время визитов и президента, и премьера открыли много новых ниш. Важно быстро их наполнить предложениями. В производственной программе вместе со всеми министерствами, нашими концернами, отраслевиками определили более чем по 40 товарным позициям планы. В том числе и реализацию этих планов в виде конкретных и будущих контрактов, и экспортных поставок. Определили и основные рынки, это и Дальнюю Дугу, рынок Азии, Китая, конечно же, и нашего основного торгового партнера Российской Федерации. Вместе со всеми мы понимаем, что и в каком объеме, какие сроки эти поставки осуществлять. При этом требования к производителям вырастают кратно. Покупателям и нашим, и зарубежным нужен товар высокотехнологичный и качественный. Держать свою марку на уровне на это не раз нацеливал предприятие и наш президент. Главная же задача – это диверсификация экспорта. Мы все умеем делать, но главное – продать. Спрос на нашу продукцию есть. Государства и страны, которые готовы покупать нашу продукцию, также имеются. Наши основные два партнера – Россия и Китай. Это традиционные наши партнеры, ну так сказать, это наши якорь. Мы заякорились, и если кто-то думает, что вот мы уйдем из России и Китая, завтра нас примут с распростертыми руками, чепуха полная. Да, мы небольшая экономика, экспортная, но надо понимать, что это миллиарды долларов. Конкуренция серьезная, и с нашими товарами нас нигде никто особо не ждет. Поэтому Россия и Китай, особенно Россия, это наш традиционный рынок, экономика, никуда не денешься. Более 600 новых проектов заработают в 2025 году. Среди них тоже и новое производство, и новые линии. На наших больших предприятиях. 70 импортозамещающих, это наш технологический суверенитет, и 27 интеграционных, те, что мы активно продвигаем в кооперации с Россией. 130 заработают в регионах по программе «Один район, один проект». Мы вот обратили внимание на еще одно новое направление, это развитие индустрии отдыха, туризма. Поэтому вот уже сейчас начали отрабатывать проекты вот у этого инициативы, один регион, один проект, в части уже создания не только производственной базы, но и все, что связано с туризмом и отдыхом. Часть проектов мы уже вот три включили недавно, проработки еще два. Ну, надеюсь, в этом плане ускоримся. Потому что эта сфера достаточно такая емкая в плане еще возможностей роста. От слаженной работы и малого бизнеса, и реального сектора зависят и наши доходы. Они точно вырастут. Правительство отмечает не менее чем на 4%. Это и зарплаты, и пенсии, и пособия. Социальные гарантии остаются неизменными. Расходы на финансирование социальной сферы увеличатся почти на 14% к оценке текущего года. В том числе на миллиард 700 миллионов рублей увеличатся расходы на образование и на полтора миллиарда на здравоохранение. На 14,7% будут увеличены расходы на оплату труда в бюджетной сфере. И составят 20 миллиардов 200 миллионов рублей. Этот рост в бюджете на социальную сферу средств не менее чем 35%, и это несмотря на дефицит госказны, когда расходы превышают доходы. Хотелось бы их без такого дисбаланса, скажет министр финансов, но ничего критичного в этом нет. Работа хоть и непростая, но понятная, поэтому и рост доходов будет, и не отказываемся от надбавок. У нас есть планы по росту заработной платы отдельным категориям. Они предусмотрены программой социально-экономического развития. Поэтому у нас повышение зарплаты будет идти в два этапа. Скажем, первый – это увеличение базовой ставки для всех категорий бюджетников. А второе – увеличиваются надбавки отдельным категориям работников. На эти цели более миллиарда рублей будет направлено. И вот те задачи по удержанию на определенном уровне зарплаты медикам, росту зарплаты учителей, других категорий бюджетников, они будут выполняться дифференцированно через надбавки. Рост этих надбавок, как я сказал, значительный. Более миллиарда рублей на это будет направлено. Тем, кто нуждается в своих квадратных метрах, можно рассчитывать и на субсидии при строительстве жилья. В бюджете на это отдельная сумма – 2 миллиарда рублей. Это больше, кстати, на 7,5 процентов, чем в этом году. Всего же построят 4,5 миллиона квадратных метров жилья, в том числе 600 тысяч квадратов – это будут аренды. Также появится 15 детских садов, 26 школ и два десятка спортивных объектов – новых и после ремонта. Светлана Лукинюк, Наталья Бреус, Андрей Иваненко и Владислав Лопатин. Агентство теленовостей.